Это вот диплом, который нам дали, почетный диплом литературной премии Бианки в номинации «Лучшие библиотечные экологические проекты». Сейчас Анна Шмелева-Михайлова с гордостью демонстрирует заслуженную награду. А всего полгода назад экологический фестиваль, который проводился в библиотеке Мирькова, казался просто одним из рядовых событий. Экология — это не сорить мусор, например, это все то, что относится к природе. Но благодаря тому, что фестиваль поддержали коллективы районной и областной библиотек, администрация муниципалитета и средства массовой информации мероприятие получило большой резонанс. То, что задумывалось как детский праздник, пришлось оформлять в виде серьезного документа на соискание награды. Это и прописание проекта, и фотографии, и видео, и каждая напечатанная в газете статья, каждая благодарность, которую нам выразили все, кто нас поддержал. И мы все это собрали. Международная литературная премия имени Виталия Бианки учреждена Московской областной государственной детской библиотекой и централизованной системой детских библиотек города Минска. В этом году на соискание премии поступило около 800 заявок из 18 стран. В победу поначалу совсем не верилось. Честно, говорю, рискнули. Ребята спросили, они говорят, ну, тетяня, мы разве что-то потеряем, если мы отправим? Я говорю, нет, опять хвалимся. Специалисты, которые оценивали проект, не верили, что он был создан силами волонтеров, юных девчонок и мальчишек. Настолько профессионально все было исполнено. В тупик коллег поставил и ответ на вопрос об участии в организации экологического фестиваля сотрудников библиотеки. Все спрашивали, сколько работают люди в библиотеке. Вот в Минске это был главный вопрос, сколько вас там. Я одна, вот. Но я хочу сказать большое спасибо. У меня тут, это не к году волонтера, а уже как два года, вот мне помогают дети. У нас организовалась такая небольшая команда зонтики, которые, я действительно сделала этот фестиваль вот с этими ребятами. Это дети от 10 до 14 лет. Библиотека деревни Мильково уже давно стала своеобразным культурным центром поселка. Ежедневно здесь проводится от 10 до 15 различных творческих мероприятий для детей и взрослых. Но на традиционный вопрос о творческих планах Анна Шмелева-Михайлова отвечает уклончиво. Вы знаете, я люблю как? Сначала сделать, потом хвалиться. В этом году надеемся, что получится, потому что очень обширные планы. Много чего хочется сделать, честно, не хватает рук. Меня очень поддерживает супруг Володя, его все знают. Его знают и все читатели, и все дети, и знают, что если он здесь, а меня нет, значит, я на каком-то совещании, семинаре, а библиотека все равно открыто работает. Эта история еще раз подтверждает старую истину. Один в поле не воин. Но многие хорошие истории часто начинаются с инициативы одного человека, который поддерживают другие неравнодушные люди. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова